Ребята, меня зовут Никита, это Дима, и вы на канале Морковь ПРО. И мы наконец-то дождались! Потому что сегодня мы снимаем челлендж, связанный с едой. А именно, 24 часа едим только фастфуд-челлендж! Это будет мой самый любимый видос, поэтому, ребят, понакидайте еще лайкосов, чтобы мы сняли для вас вторую часть. И для того, чтобы подогреть интерес, мы с Димой поспорим. Согласен? Готов. На десяток. Чего? Меньше давай, печёво хотя бы. А что такое, боишься, да? Спорим, на 10 тысяч рублей. Ну, с другой стороны, ребят, фастфуд моя самая любимая еда, поэтому я 100% выиграю этого лопуха. У короля фастфуда невозможно победить, ребята. Давай только четко установим правила, по которым будем действовать. Зачем их устанавливать? Правила уже придуманы. Мы должны съедать одну порцию фастфуда каждые 30 минут. Мы поставим кучу будильников, и если вдруг после звонка будильника ты видишь своего соперника без фастфуда, ты можешь начинать отсчёт от 10. И если за этот отсчёт он не успевает съесть фастфуд, автоматически он проиграл. Всё понятно? Тогда ставим будильники и начинаем обратный отсчёт. Ребята, смотрите. Оп. Официально челлендж начался. Погнали затариваться. Нет, нет, нет. Я первый, я первый. Пахнет честно. Всё честно. Мы это не обговорили в правилах. А всё, занято. А куда я тебе пойду? Мы должны одновременно кушать. И чего? Ну Дим, там все сами заняты. Так если все заняты, иди в кивси. Я не хочу в кивси, я хочу в маке. Обойдёшься, будешь я в кивси. Ладно, знаешь что? А в кивси даже быстрее приготовят. На самом деле, очень трудный челлендж. Представляете, за 24 часа мне придётся 48 раз поесть. Потому что каждые полчаса. Так вот, у меня есть для вас лайфхак. Нужно побольше заказать колу, потому что кола усиляет аппетит. И я смогу больше съесть. Так, кола. Ну литров 5 минимум. Кстати, ребят, а какая у вас любимая еда из фасудов? Напишите в комментах. Подождите, а зачем мне заказывать в кивси, ребят? Если я могу заказать в Макдональдсе через телефон. Приложение 21 век на дворе. Я сейчас закажу. А пока мне будут готовить, я сгоняю вниз в магазин. И куплю для Димы самый острый жгучий соус. Посмотрим, как вам понравится кушать бургер с острым соусом. Так, приправы, приправы соусы. Вот они они. Для мяса нет, терияки нет, барбекю сырный. Так, это не то, что мне нужно. Это все вкусные соусы. Нужно такой соус, чтобы он прям как дракон. Пламенем. А вон там, по-моему, еще соусы. Так. Вот он он. Ребята, я слышал, что вот это самый острый соус вообще, который можно купить в магазине. Вот это ты возьми. Популярный во всем мире острый соус на основании перца чили. Кайф. Так. А вот и мой заказ готов. Пойду забирать. Ребята, пока я шел покупать соус, я еще кое-что понял. Можно же купить здесь еще и напитки. Они же здесь явно дешевле, чем в ресторанах фастфуда. Надо думать еще о бюджете, потому что иначе на 2-4 часа может и не хватить. Дима об этом не подумал, а я все продумал. Так. Вот это подойдет. Мне, в принципе, без разницы какая. Две, три. Сразу на целый день затарюсь, чтобы потом не нужно было бегать. Тоже, ребята, все время думаю о времени. Тайм-менеджмент называется. Все. Короче, сделал заказ. Представляете, ребят, смотрите, сколько всего заказал. С одного раза даже не получилось. Один чек на две тысячи, другой на тысячу. И это еще не все. Я планировал себе еще заказать картошечки побольше и пирожков. Свист не обожаю. Только вот я так подумал, мне кажется, очень долго будет все делаться. Надо было заказать один бургер, чтобы они быстренько мне его сделали, и я его съел. Потому что через 10 минут уже первый прием пищи по правилам. А так они мои бургеры в 20 будут, наверное, вечно изготовить. Но я на самом деле даже не переживаю. Я думаю, с Никитосом мы одновременно начнем есть. Потому что он тоже, скорее всего, накосячил и сразу все заказал. Десятый заказ. Готов. Десятый. Ой, Димочка, а что случилось? Не понял. Ты же в KFC пошел, я перевес заказал. Я передумал в KFC эти вот, а я заказал через телефончик. Знаешь, там можно быстро. Не обязательно даже в очереди стоять. Голова. Онлайн заказик. Ладно, ты пока жди, обязательно дождешься, я думаю. У тебя, кстати, не так много времени осталось до первого будильника. Дэнс-дэнс-дэнс-дэнс, да? Хэнс-хэнс-хэнс-хэнс. Вот гад. Витя, а можно поторопиться? Тюка-тюка-тюк. А вот и мое местечко. Ха-ха-ха. Ребята, я уже представляю. Я уже представляю, как Дима мне проиграет в первый же раз. Понимаете, даже не нужно будет ждать 24 часа. Просто первые 30 минут, а Дима уже откис. Буду есть свой бургер, наблюдая за тем, как он мучается и ждет свой заказ. Эх, зря, видимо, соус купил. Осталось 3 минуты, а заказ все еще готовится. Все бегают из-за моего заказа. Вот я их загрузил, конечно. Кляньте, сколько там картошки. Это все мне. Это, конечно, мой заказ. Посмотрите, сколько всего. Жесть. Да. Повезло тебе, конечно. Успел. Ничего не могу сказать. Что ты говоришь? Вот, ребята, вот вам пример пословицы. Поспешишь, людей насмешишь. Не, на самом деле, когда я узнал, что у нас будет такой челлендж, я весь день перед этим не ел. Поэтому я очень голодный. Я хочу побыстрее есть бургер. Да ну, это же скучно. Ты что, прикалываешься? Просто есть бургер. Точно, я забыл. Ты же слабак просто. Ты думаешь, что ты проиграешь? Это еще с чего? Я номер один по поеданию фастфуда. Тогда давай каждые 30 минут будем съедать бургер. По-разному. По-разному? Ну вот, например, давай первые наши бургеры съедим. Кто за меньшее количество откусов съест бургер? Легко давай. А на что играем-то? Давай на пендер. Давай. Ну, в этом челлендже ты точно проиграл? Ага, расскажи. Я готов, ты первый. Хорошо. Вот так, значит, играем, да? Ты его полностью? А как ты его теперь съешь? Ты жевать не можешь. Никита, мясорубку. Угу. Ничего не понимаю. Можно субтитры на монтаже? Угу, 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 угу. Сам музер, посмотрим еще кто выиграл. Ой, ладно, все. Предлагаю ехать в ангар и продолжить челлендж там. Согласен. Я первый. Чушь стол не занимать, стол мой. Ой, да пожалуйста, на диване приятнее кушать. Что там приятнее, будешь на себя крошить. А я как приличный культурный человек, буду все есть за столом. Ну то я могу полулежа есть. Опа, второй прием пищи. Погоди, предлагаю тебе челлендж. Что за челлендж? Давай сейчас попробуем съесть бугер без рук. Ха, проще простого. Не, не, не. Запечатанный. Запечатанный? Да, ну давай запечатанный. Надо же мне отыграться за тот пендель от тебя. Давай, иди сюда, чтоб все по-честному было. Готов? Руки за спину, сэр. Да без проблем, сэр. На счет три? Хорошо. Давай. Ты! Эй! Эй! Так не честно. Развалилась. Чинтер? Ага. Ноги-то использовать можно. А что, попить с собой нельзя? Эй, а пить без сумками тоже нельзя. Ничего не знаю, в правилах не написано. Вот так. Не расслабляйся. Погоди, а мы ствол протирали? Нет. А, отвлекся. Ах ты гад. Эй! Ты что делаешь? Что-то не честно? Я опаздываю. Я выиграл. Ну ладно. Я тебе злобнее делал. Глаз за глаз, зуб за зуб. Теперь еще раз жалеть тебя не буду. Понял? Не надо. Посмотрим, кто еще кого жалеть будет. Дима победил меня в челлендже. Это была его ошибка. Но когда он мне дал пендель, это была его фатальная ошибка. Потому что у меня же есть еще козырь в рукаве. Самый острый соус на свете. Ну что, Димочка. Как тебе бургер с соусом? Что говоришь? Ничего-ничего. Это я так сам с собой разговариваю. Для начала нужно придумать, как его отвлечь. Дим. Мне кажется, тебя кто-то звал там внизу. Мы же здесь одни. Точно. Видимо, показалось. Ты что, бургер какой-то неправильный съел? Скоро ты съешь неправильный бургер. Да-да. Машина в порядке. Только сигналку поставил. Угу. Ну, не знаю. В четверг, может быть. Ты куда? Эх, да так, воздухом подышать. Маме позвоню, спрошу, как дела. Там же холодно. Хоть куртку на день. Зума, там этот, как его, какой-то орех на твою машину упал или что-то, я не знаю. Иди посмотри. Что такое? Там прямо... Это ты сделал? Нет, я же говорю, орех. Посмотри, не разбилось ли что. Ха-ха-ха, лузер. Картошку себе даже купил. Ой, какой он гад. Вот этот возьмем. Ммм. Сюда. Ха-ха-ха. Даже интересно небольшую капельку попробовать. Какой он? Чуть-чуть. Чуть-чуть. О, печет. Где кола? Он точно не справится. Нормально что с машиной? Ты что делаешь? Ха-ха. Я? Я просто готовил... Ты что, мой чизбургер взял? Да нет, нет. Я готовился к новому. К состязанию. Вот, осталось всего пять минут. Что за челлендж ты хотел предложить? Да просто кто быстрее съест. На скорость прям. Да ну, какой-то нудный челлендж. Да нет, ребят, скажите ему, что веселый челлендж получится. Все, время. И, кстати, давай без запивания, наверное. Ты же сам говорил, нудный челлендж. Сухомяточку, слабо? Ну ладно. Давай ее уберем, наверное, подальше. Ценный ты какой-то. Я спокойно и без кола смогу его съесть. Ну, мало ли, ты не сдержишься. Давай, на счет раз, два, три. Что такое, Димочка? Горячо. Горячо, да? Ты самое главное не запивай. Ты что-то в бухню добавил. Нет. Договорились без запивания. Мы не договаривались, что ты в него острый соус будешь в бургер добавлять. Ты что, напутали, наверное, просто что-то в Макдональдсе. Я знаю, что это ты, гад. Дай колу, пожалуйста, не издевайся. Один пендаль, один глоток. Нет, дай колу, гад. Отдай. Все, ты проиграл, ты проиграл. Ладно, на-на-на-на, пей, пей, пей. Это глоток был. Мы так не договаривались, гад. Но мы не договаривались запивать бургер, поэтому ты уже все автоматически проиграл. И ты, кстати, его еще даже не доел. Я другое доем, спасибо. Только хотел с тобой картошкой поделиться, а теперь не буду. Эй, ну подожди, Дим, ты сразу обижаешься. Это да, я добавил немножечко. Иди отсюда. Ну и ладно, сиди один с этой картошкой. Ребят, язык до сих пор ржет, а кола уже закончилась. Никитус еще гад, взял и свою колу забрал. Надо какой-нибудь ответный пранк придумать, а то совсем оборзел. Как у меня еще много бургеров, девочка осталась. Решил все в одно место переложить, чтобы тщательнее следить за ними. Да лучше колой поделись, моя закончилась. Максимум могу предложить тебе острый соус. Ну дай колу ты, будь другом. Ладно, есть у меня одна идейка. Если хочешь колы, то выиграй меня в новом челлендже, который я придумал. И что за челлендж? Нужно как можно быстрее перетащить картошку из одного лотка в другой. Не используя рук. Ладно, давай. С тебя две картошки. А с меня будет кола, если выиграешь. Но наказание я предлагаю в этот раз делать пожестче. Какое еще? Потом узнаешь. Ребята, там полнейшая жизнь. Э, не, я так не согласен, давай рассказывай. Ну не хочешь, как хочешь, тогда колу не получишь. Не-не-не, ты не понимаешь, это нелогично. Ты сейчас скажешь, что там очень ужасное наказание. А когда ты проиграешь, ты скажешь, нужно присесть 10 раз, вот и наказание. А мне скажешь, не знаю, отжаться 100 раз. По-моему, ты запутался. По-моему, это ты меня хочешь запутать. Потому что здесь уже есть подвох, ты в этом состязании будешь есть мою картошку. Ладно, не такой ты и глупый, как я думал. Нужно будет продержать грушу вот так. Не опустив. А что за груша тяжелая? Да нет. Ну? Ладно, согласен. А вон, кстати, груша. Чего? Она же 100 килограмм весит. Так вы же с ней одинаково вести почти. Я вешу 75 килограмм. Ну почти. Ну что, готов? Готов. Раз. Два. Три. 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 А что ты стоишь? В смысле, жду время? Так, время прошло уже. Уже секунд как 10. Ты что? Я раньше сказать не мог? Теперь, возможно, спина будет болеть. Ты как-то не спрашивал. Жди ответки. Жди и бойся, понял? Боюсь, боюсь. А, я так наелся, Дим. Помимо того, что я наелся, я уже не могу эти бургеры даже видеть. Поддерживаю. На 10 тысяч очень играть хочется. Я даже уже газировкой не могу это запивать. Меня от нее просто тошнит. Эй, слушай, Никитос, может ты сдашься и десятку мне отдашь? Угу, сейчас тебе. Это у нас помощь как? Есть целый день. С надо без заклинания. Угу, а что ты еще хотел в этом интернете найти? О, а вот это, конечно, рабочий вариант. Занятия спортом помогают сжигать калории. Капец, мне даже уже тяжело встать. Так, занятия спортом. Ну, поехали. Нормально. Все, я уже чувствую, как худею. Да-да-да, еда прям сама проходит. Она кого-то, ребята, утрамбовывается. Прям вниз туда. Эти бургеры не могу уже видеть. Надо их подальше убрать. Пирожок. Ребята, я же пирожок заказал. Ой, а после солененького так сладенького хочется. Ну все, я уже должен был сжечь достаточное количество калорий. Ммм, а как хрустит. Кс-кс-кс-кс-кс. Что ты хочешь? Откуда у тебя пирожок? Купил. А еще, случайно, не купил? Купил. А давай тогда поделишься, а? Не, ты что? А я что есть буду? А ты? Вон у меня, смотри, целая куча вот этих уже надоедливых бургеров. Не, они мне вообще не нужны. Я их уже видеть не могу. Ладно, у меня еще кое-что есть. Здесь будь, и мой второй пирожок не ешь. Фух, повелся. Ребята, на самом деле, у меня еда почти закончилась. У меня осталось пару бургеров, одна картошка и много соусов. А у него очень много бургеров. Они мне, конечно, уже противны. Но чтобы выиграть челлендж, я готов потерпеть. Смотри, целая новенькая холодная. У тебя как раз чуть-чуть осталось. Ну даже не знаю. Еще теплая, прикинь. А она холодная. Ну ладно, я готов поменять все твои бургеры на один пирожок и кулу. Все на один? Не, ну если не хочешь, как хочешь. О, не, 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 стой, 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 стой. На, забирай. С вами приятное иметь дело, сэр. Как я хотел этот пирожок, потому что эти бургеры, они еще половина остыщие, сухие. Просто невозможно уже есть. А пирожок сладкий, с вишней. Ну, на таком не смогу долго протянуть. Самое главное, ребят, получилось. Я развел это озеро. Когда он еще не понял, что он у себя очень плохое положение поставил. Ты куда? Да так. Что он там делает? Так вот. Он явно что-то придумал. Так, признавайся, что ты делаешь? Перестановку решил ставить. Ага, а выглядит как баррикада. Да нет, я просто как в Китае. Все по фэншу выставляю. Ну ладно, выставляй. Но я за тобой слежу. Ладно, следи. Кстати, Никитос, а ты десятку как мне? Наличкой отдашь? Или переводом? В смысле? Ну, ты просто через 25 минут челлендж проиграешь? Ага. С чего это я проиграю? У меня место здесь еще... О, как в женской сумочке. Может быть и так. Но тебе в твою женскую сумочку нечего класть. Ты же мне все бургеры отдал. На пирожок променял. А, пух. Подожди. Вот ты гад. Это и правда баррикада, чтобы бургеры от тебя охранять. Ах ты гад. А ну стоять. Да все, все, стою, стою. Я буду обороняться. Я еще не проиграл, понял? У меня еще куча времени. Посмотрим, как твоя оборона справится. Если что, все магазины уже закрыты. Да. Дима, вон какой хитрый. Решил забрать, обмануть меня. Обмануть нагло. Меня на все бургеры. Настроил там баррикад. Закрылся в своей башне, как король. И что он думает, что он крут? Это я король фастфуда. И я покажу, что это моя земля. И он здесь совсем не хозяин. И заберу все свои бургеры. Любой ценой. Ладно, это еще починим. Надо подготовиться. Копчу. Я знаю Никитаса давно. И я знаю, что вряд ли он просто так сдался. 100% где-то сейчас сидит, затаившись. И ждет момента, как украсть мои бургеры. Но ничего, я приму этот бой. Когда он появится, я буду готов отбиваться. Посмотрим, кто кого. У него ничего не получится, ребята. Потому что за мной сила. И за мной правда. Сделаю себе щит. Я знаю, что он тоже ждет меня и готовится. Но ему ни это не поможет. Фух. Посмотрим, кто кого. Победит сегодня. Я добро или ты зло. Слишком тихо. Пока Никитас готовится к бою. Надо укрепить оборону. Укрепил оборону. Думает, это его спасет. Чувствую. Никита близко. Верни мои бургеры. Они не твои. Они мои по праву. Нет, ты наглый обманщик. Я заберу их назад. И выиграю этот челлендж. Вот эти бургеры. Хочешь, да? Так приди и возьми. Какие вкусные. Ты сам напросился. Оружие к бою. Защищайся. Укрепляемся. Твое оружие бессильно против меня. В атаку. Акул. Смотри, какая она прорвана. Срочно собираем провизию. Они мои. Вот они. Они. Ладно. Я готов принять поражение. А так бы сразу. А время-то. Тик-так. Да, жаль. Ты одержал победу в этой битве. Опа. А вот и время. Время перекусить сладкий бургер победы. Эй. Это пустышки. Как я и сказал. Ты одержал победу в битве. Но не в войне. Десять. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Где они? Пять. Где они? Шесть. Все пусто. Три. Два. Где они? Один. Я победил. Победный танец в этом челлендже. Ты. Ты. Лузер. Ну что, десяточку на карту? Или наличкой? Ладно, ладно. Выиграл ты. Да если честно, Никитос, я после этого челленджа, наверное, фастфуд в месяц не буду есть. На, даешь? Угу. Я еще больше. Ты в курсе, что у нас еще очень много бургеров осталось? Что с ними будем делать? Точно не есть и даже не смотреть на них. Да-да. Эй! Где моя десятка? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова